Девочка-пай Уже давно популярна шутка о том, что красоту практически всех девушек можно стереть влажной салфеткой. Уж не знаю я, правда это или нет, но мужчины наперебой рассказывают, что засыпают с красавицами, а просыпаются с существом без бровей и губ. Чтобы не стать героиней таких рассказов, достаточно потратить пару часов своего драгоценного времени и несколько лет выглядеть на все сто, не прилагая к этому никаких усилий. Что для этого нужно сделать, я расскажу сегодня. С вами программа «Красиво жить» и я, Карина Аргусова. Здравствуйте! Ритм города заставляет нас жить в спешке, краситься в пробках, перед работой и жертвовать завтраком во имя макияжа. К счастью, теперь в этом нет никакой необходимости, ведь существует такая процедура, как перманентный макияж. Специально для тех, кто боится слова «татуаж». Вспоминая, как женщины раньше ходили с синими бровями и неестественного цвета губами, я встречаюсь с гуру перманентного макияжа Александром Сивак. Александр, сколько лет вы уже занимаетесь перманентным макияжем? Перманентным макияжем я занимаюсь с 2003 года. На сегодняшний день примерно сделаю более 12 тысяч процентов. Подскажите, на что лучше клиенту обратить внимание при выборе своего мастера? Есть несколько этапов. Они, во-первых, не должны быть импульсные. То есть обычно многие клиенты на эмоциях, на импульсах идут делать перманентный макияж. Достаточно просмотреть работы мастера, прийти на консультацию, пообщаться с ним, понять, насколько вы друг друга понимаете. Потому что качество процедуры, оно зависит от тандема. Клиент-мастер. То есть должно быть взаимопонимание. Если его нету, то никак не получится хорошей работы. То есть она может быть хорошей для мастера, но для клиента нет. Либо наоборот. То есть здесь надо искать компромиссы. И очень важно обратить внимание на условия, в которых проходит процедура. То есть они обязательно должны быть асептическими. То есть должно все быть чисто и так далее. Оборудование должно быть предназначено для перманентного макияжа. Должны быть какие-то документы, сертификаты на красители, на оборудование и так далее. То есть оно должно быть безопасным, в первую очередь. Потому что в России такая тенденция. Безопасность, как правило, на последнем месте. То есть можно сделать красиво, но это будет очень опасно. То есть может быть какое-то инфицирование и так далее. Поэтому на первом месте мы всегда ставим безопасность, потом уже все остальное. В настоящее время все более становится популярна услуга удаления перманентного макияжа. Расскажите пути решения проблемы. Брака много появилось на рынке, да, и методики удаления, они стали, естественно, востребованы. На сегодняшний день неоспоримы это лазерные методики удаления, ЭНД-ЯК, лазеры, которые, в принципе, не видят кожу, а видят только пигмент и удаляют его, да. Да, много плюсов, ну, есть какие-то минусы, как и в любом деле, да. То есть лазер не видит какие-то белые тона, то есть диоксид титана, да, то есть белило, так скажем, да. Какие-то там зеленые, возможно, оттенки, да, там, то есть есть какие-то моменты в этом деле. Да, также может быть инверсия цвета. То есть что такое инверсия цвета? Вот клиенты приходят нам ударять губки часто, да. Но, как правило, красные вот эти все оттенки, оттенки розового, они сразу становятся черными. И надо из черного вводить в серый, и из серого уже уходить в кожу. То есть это длительные процессы. Лазер – это безопасно, но в правильных руках. Как правило, мы рекомендуем это делать только у врача, у врачей, да, то есть потому что по законодательству это медицинская услуга. Также есть методики, помимо лазера, это удаление специальными кремами. Мы их называем ремоверы, тату-ремоверы. Сейчас очень их много на рынке, много каких-то аналогов чего-то там и так далее. Надо понимать, что это все-таки какие-то щелочи, кислоты, да, там. И это тоже очень опасно. Этим должны заниматься специалисты, в первую очередь, да, то есть которые понимают, что такое кожа и так далее. Здесь более лаконичнее все, потому что пигмент можно вывести очень быстро весь. Ему не важно, какой цвет. Нет инверсии цвета, ничего. Но это более жесткие процедуры, более травматичные. Ремовер. Да, по заживлению своему, да, то есть если лазер это безопасно, травматично, в хороших руках, у нас много специалистов, особенно на юге, то ремовер это всегда травма. Это более длительное заживление, но более быстрый результат в правильных руках. Поэтому есть две системы удаления на сегодняшний день, да. Ну и также очень много приходят, там, байки рассказывают, там, девушки там в домашних условиях что-то там делают, ковыряют, может, йодом, там, перекись водорода, что-то и так далее. Мы рекомендуем к этому относиться более грамотно. Это должны выполнять специалисты, образованные, с хорошей практикой, потому что это лицо. Перманентный макияж делается исключительно с эстетической целью для коррекции формы и цвета. Брови, губы, веки. Это давно распространено, но также есть сложные процедуры, такие как восстановление сосково-ареолярного комплекса, камуфляж рамов, трихопигментация. Когда медицина бессильна, то перманентный макияж позволяет произвести маскировку различных дефектов, нарушений. С помощью перманентного макияжа можно подчеркнуть природную красоту, деликатно насытить цветом зоны таким образом, чтобы все было гармонично и естественно. Это очень важно, ведь перманентный макияж делается на длительный срок, который измеряется годами, и создавая экстравагантный образ или подхватив модное веяние, всегда помните, что через несколько лет это может быть неактуально, а исправить или удалить перманентный макияж – достаточно длительный процесс. Больно или не больно? Какую анестезию нужно использовать? Ой, вы знаете, это вопрос абсолютно индивидуальный. У каждого человека абсолютно свой порог чувствительности. Он может быть высокий, может быть низкий, может быть нейтральный и так далее. И здесь все-таки я скажу так, что мы рекомендуем, чтобы использовать вообще поверхностную анестезию, она более безопасная, и многие инъекции ставят, но опять же мы упираемся в законодательную базу. Инъекции, то есть уколы могут ставить только медики, врачи. В этом тоже есть какая-то проблема. Но в принципе для наших процедур, то на какой уровень мы сейчас пришли вообще в этой сфере в России, и я тут безоговорочно скажу, что в России самые лучшие мастеровные в этой сфере. Это уже, знаете, так, не просто тенденция, да, условно говоря, это уже доказано. Два вида анестетики, называемых первичная, которую перед процедурой мы наносим в виде крема, и вторичная, которую наносим на раневую уже поверхность. Она в виде геля, как правило, да, и так далее, которая сразу пропитывает ткань на раневой поверхности, и совсем не больно клиенту. Александр, что Вы посоветуете людям, которые сейчас задумываются о процедуре перманентного макияжа? Лицо – это визитная карточка любой девушки, любой абсолютно. Поэтому к этому надо относиться очень ответственно, потому что нет возможности купить новое лицо и одеть на себя. Да, то есть это уже другие процессы. Они очень сложны, это удаление. Удалить до конца невозможно в любом случае. Это, ну, нет такого. Я не видел ни одной такой работы за свою практику. Все равно есть какие-то остатки компонентов красителя, да, какой-то основы и так далее. Все равно потом надо опять делать перманентный макияж. И многие наступают на вторые грабли, не понимая, что это такое. Это лицо. Перманентный макияж – это всегда был премиальный класс. Но сегодня на рынке, вот он раздултый такой, это вот такая прям, ну, действительно бытовая услуга. Да, поэтому я рекомендую в первую очередь смотреть работы специалиста, ходить на консультации. У меня вот есть клиенты, которые по три раза ко мне ходят на консультацию. Ну, им нравится со мной общаться. Ну, мы пообщались, и они уже решили там что-то делать. Мы к этому очень серьезно тоже подходим, да. Но 20% клиентов мы отказываем работе. Мы отказываем так, что они не держат у нас зла. Потому что заказы, ну, немножко неадекватные, так их назовем, нежные, да. И поэтому здесь речь не только о зарабатывать деньги, да, хочется же зарабатывать, чтобы это было действительно красиво, достойно, да. Это и есть репутация. Поэтому здесь очень важно клиенту не всегда надо доверять мастеру. Работать в тандеме, когда 50% ответственности, зона ответственности лежит на клиенте и 50% на мастере. Вот тогда получают всегда изысканные, утонченные, филигранные, шикарные работы. Это очень важно, потому что у нас задача подчеркнуть то, что дала природа. Может быть, улучшить каким-то образом, но никак не изменить. Мы же не боги, там, менять человек, да, там, и так далее. Поэтому здесь тоже очень важно понимать, что перманентный макияж делается исключительно с эстетической точки зрения. Все. То есть должна быть какая-то эстетика. Стереотип, что в специализированных центрах цены завышены, давно пора отбросить. Вы выбираете мастера в соответствии со своими финансовыми возможностями. Выглядеть на миллион долларов не так дорого, как может показаться на первый взгляд. Очень важно. Все расходные материалы одноразовые и стерильные. Все препараты сертифицированы и являются аналогами. Договаривайтесь на берегу. Обязательно заполняйте информационное соглашение и карты с клиентами, в которых прописываются все процедуры и комментарии от специалистов, что обеспечит индивидуальный и эффективный подход к каждому клиенту. Вообще, обращайте внимание на полный комплекс услуг. На перманентном макияже мастера должны быть узконаправленными специалистами. Лучше, если центр является региональным представительством Международной лиги профессионалов перманентного макияжа. Работает на договорной основе с соблюдением всех госстандартов. Если в центре используют анестезию последнего поколения в виде крема или геля, процедура проходит без боли. Доверяйте мастерам, которые постоянно участвуют в мастер-классах и международных конгрессах, повышая свою квалификацию и отслеживая новейшие технологии в области перманентного макияжа. Если специалисты работают в отравматичной технике, это то, что нам нужно. Она способствует минимальной травме и быстрому восстановлению кожи. В лучших центрах перманентного макияжа консультация всегда бесплатна. Это подчеркивает высокий уровень обслуживания. Три кита индустрии красоты – безопасность, опыт и качественные материалы. Иначе есть риск получить не только некачественную услугу, но и некрасивое лицо. Я надеюсь, наши советы помогут вам при выборе профессионального мастера. Продолжение следует...